В эфире телеканала ННТ новости Дагестан, студия Мира Зубаирова. Здравствуйте и вот о чем мы вам расскажем в сегодняшнем выпуске. Условным наказанием никто не отделается. Глава Дагестана и представители силового блока встретились с родственниками погибшего в отделе полиции Курбана Долгатова. Счастье умноженное на три. 25-летняя дагестанка родила тройню и все девочки. Подробности сегодня в выпуске. Бесплатный хадж для тысячи дагестанцев Сулейман Керимов и в этом году отправляет жителей республики на святые земли. В Дагестане полицейские выявили трех подростков, которые сообщили в экстренные службы о ложном минировании школ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. За последние дни в республике произошли два таких случая. 19 и 20 февраля неизвестные позвонили на номер 112 и сообщили о том, что в селе Ботлих и в городе Дагестанские огни заминированы школы. Полицейские выехали по всем адресам образовательных учреждений, провели вместе с профильными службами обследование зданий и территорий. В результате информация о минировании не подтвердилась. Стражи правопорядка доставили в отдел звонивших. Ими оказались три ученика 9 и 5 классов. Они провели профилактические беседы с подростками, а в отношении родителей собрали административный материал. Отметим, что за ложное сообщение об акте терроризма может грозить штраф до 2 миллионов рублей. В селе Касумкент Сулейманстальского района сгорел частный дом. Как сообщает Следственная комиссия Дагестана, в результате ЧП погибла 91-летняя женщина. Тело погибшей обнаружено после тушения пожара. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Следователи проводят проверку по данному факту. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Глава Дагестана Сергей Меликов, а также руководство МВД, Следственного комитета и прокуратуры республики встретились с родственниками Курбана Долгатова, погибшего от рук полицейских. Об этом сообщает пресс-служба администрации руководителя региона. Напомню, что 35-летний Курбан Долгатов скончался после пыток с сотрудниками полиции в здании советского РОВД 21 января прошлого года. Родственники опасаются, что расследование уголовного дела в отношении виновных будет затянуто и что они не получат заслуженного наказания. Я хочу вам принести соболезнования свои по поводу утраты. Я думаю, коллеги мои присоединятся к этому. Потеря близкого человека – это всегда очень большое горе для семьи, для родных, для близких. Соболезнования вам тоже. Абдурашид Магомедович и руководитель Следственного комитета Дмитрий Владимирович Беляев позицию занимают очень жестко. Я думаю, что все, кто виновен в гибели мужа, сына, понесут максимальное наказание. Поэтому здесь мы не стоим на позиции, извините за сленг, кого-то отмазать или спрятать от ответственности. Так же, да? Это не в наших интересах. Это не в наших интересах. Но то, что вот иногда эту информацию в искаженном виде до вас доносит, это неправильно. Вы, пожалуйста, выскажите, какие у вас опасения, какие тревоги и какие у вас сомнения на сегодняшний день терзают по поводу объективности расследования. Хорошо? Единственная наша просьба, наше желание, чтобы вы взяли под контроль, под свой личный контроль это дело. На самом деле, мне кажется, нам больно смотреть, родителям безумно больно смотреть на то, как те, которые совершали умышленное убийство, хотят сидеть дома, пить чай, смотреть телевизор, у них будет доступ ко всему. Уголовное дело по факту гибели Курбана Долгатова в отношении полицейских возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, повлекшей смерть потерпевшего. Окончательное обвинение будет предъявлено 13 лицам, после чего дело направят в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения. Как отметил на встрече зампрокурора Дагестана Сергей Кузнецов, условным наказанием никто не отделается. Даже те, кто просто стоял, смотрел и не помешал. Условно никто там не отделается. Даже те, которым сейчас вменяется бездействие, если у некоторых 285-й статья, кто стоял и просто ничего не делал, просто смотрел, но не помешал. Хотя должны были по статусу своему, по законодательству, по закону о полиции помешать данной ситуации. Все они, им вменяется в 85-й. И они тоже не уйдут от ответственности. Мне дело действительно сложное, но мы, в первую очередь следствие, работает объективно и мы добьемся абсолютно в данной ситуации. Лучший подарок на 23 февраля. В Дагестане появилась на свет первая за три года тройня – все девочки. Они родились в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Для матери малышей Саадат Магомедалиевой из Кизлюртовского района – это не первые роды. В их семье уже есть двое детей и тоже девочки. С новоиспеченной многодетной матерью пообщались и наши корреспонденты. Слово Тамаре Самедовой. Халимат, Хадижат и Фатима. Три девочки, три принцессы. Каждая из малышек весила в среднем два килограмма. Это отличный показатель при рождении тройни, говорят врачи. Поступила 25-летняя Саадат в больницу с угрозой преждевременных родов и с анемией средней степени тяжести. Провели кесаревосечение. Провели кесаревосечение, да? С началом родовой деятельности, особенно активно. Это первый случай рождения тройни в больнице с 2021 года. По словам врачей, операция прошла успешно. Произошли роды тройней, женщины, поступившие к нам из Кизлюртовского района с угрозой преждевременных родов, с анемией средней степени тяжести. Благодаря грамотным действиям медицинского персонала удалось пролонгировать беременность до необходимого срока. И затем, с началом родовой деятельности, было произведено успешное родоразрешение кесаревосечение, в результате которого мы получили трех замечательных девочек. Саадат Магомеда Алеева родом из Кизлюртовского района. Когда многодетная мама узнала о том, что у нее будет тройня, она просто не смогла сдержать эмоции. Да, испугалась и рада была. Когда я пошла на УЗИ, на первом УЗИ мне сказали, у меня тройня. Была рада. Все были рады. Ну а Саадат готовится к выписке. Халимат Хадижат и Фатима вместе с мамой чувствуют себя прекрасно. Дома многодетную маму с нетерпением ждут еще две дочери и супруг. Тамара Семедова, Мурат Бекбарзов, Новости, Инанте, Махачкала. Селекционеры, машиностроители, фермеры и крупные производители из разных регионов. В Каспийске открылся крупнейший в стране аграрный форум Даг Агрокаспий. На открытии приняли участие депутаты Государственной Думы, представители Минсельхоза и республиканской власти. В 2023 году республика достигла рекордных показателей по производству риса, овощей открытого грунта и картофеля. Кроме того, регион традиционно является одним из лидеров по темпам закладки многолетних насаждений. Это позволило за последние пять лет увеличить сбор плодов и ягод в организованном секторе более чем в шесть раз. Таких темпов нет ни у одного региона в Российской Федерации. Конечно, мы сюда приехали не только отчитываться об успехах, говорить о достижениях. Мы приехали сюда обсуждать те вопросы, которые сегодня беспокоят аграриев региона, вопросы, связанные с предоставлением мер господдержки. Свои передовые разработки в области сельского хозяйства представили более ста компаний. Это современные агродроны, сельхозтехника, системы полива, оборудование для теплиц, семена и удобрения, а также проекты по автоматизации и роботизации животноводства. В рамках форума проводятся мастер-классы от ведущих специалистов агропромышленного комплекса, а также круглые столы, посвященные вопросам развития кластера. Сейчас прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим. Не переключайтесь. Никогда такого не было и вот опять. Полицейские выявили факт мошенничества с недвижимостью в Махачкале, сообщает прослужба республиканского МВД. Житель Гергебельского района обманом получила двух человек более 5 миллионов рублей для возведения многоквартирного дома. При этом он не имел права на строительство многоэтажки. По данному факту собран материал, разбирательство продолжается. Иномарка за долги. Сотрудники госавтоинспекции выявили в Хасавюрте злостного неплательщика административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. При проверке по базе данных установлено, что у владельца автомобиля Toyota Land Cruiser 200 есть 37 неоплаченных штрафов почти на 600 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали его иномарку и поместили ее на спецстоянку. 4 миллиона пар обуви произвели в прошлом году в фабрике в Дагестане. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Низам Халилов. Эти показатели выше предыдущих более чем на 8%. По словам Халилова, выросли и налоговые отчисления. Они достигли 93 миллионов рублей. Для наращивания объемов производства и развития отрасли в регионе планируется создать обувной кластер. Экстрим по-дагестански. Фестиваль ледолазания на замерзших водопадах Хунзахского района стартовал вблизи села Сеул. В этом году в спортивном соревновании принимают участие более 130 ледолазов из Дагестана и других регионов России. 25 февраля состоится официальное закрытие мероприятия и награждение победителей. Тысячи дагестанцев в этом году бесплатно отправятся в хадж. Меценат Сулейман Керимов берет на себя полное финансирование путевок на большое паломничество в Саудовскую Аравию. Благотворительная программа коснется тех, кто не был на святых землях и не имеет возможности совершить хадж, а также семей погибших в зоне СВО. Завтра всеми имамами республики будет объявлено о условиях жеребьевки и после во всех районах будут открыты пункты приема заявок, где любой желающий может прийти подать заявку, если он не имеет возможности отправиться в хадж. Завтра уже можно будет подавать заявки, а жеребьевка пройдет 8 марта во всех райцентрах и центральных мечетях в городах республики. Также среди условий принятия участия в жеребьевке является возраст от 18 лет и наличие здоровья, позволяющее самостоятельно совершать обряды паломничества. Список претендентов будут составлять имаму сел и районов республики, учитывая местную прописку заявителя. По всем дополнительным вопросам можно будет обратиться по номеру горячей линии, указанному на экране. Махачкалинская «Динамо» завершила сбор в Турции. В заключительном контрольном матче «Белоголубые» обыграли клуб «Самгурали». Дагестанская команда отправила в ворота грузинского коллектива три безответных меча. Авторами голов стали Рожаб Магомедов, который отличился дважды, и Кирилл Зинович. Дагестанские миксфайтеры готовятся к первенству и чемпионату мира по смешанным боевым искусствам. Международные соревнования пройдут с 23 по 25 февраля в Египте. На одной из заключительных тренировок спортсменов побывал Курбан Рагимов. Казалось бы, комбинация в несколько секунд, но чтобы довести это до автоматизма, юные бойцы тренируются каждый день, минимум по два часа. Для Ибрагима Магомедова предстоящая поездка в Каир – это первые зарубежные соревнования. Десятилетний победитель первенства страны мечтает о больших победах. У меня медали 9 и 2 кубка. Давидом я занимался борьбой, борьбой перестал, пошел ММА. Сейчас использую, мне помогла борьба, использую сейчас ММА. Ибрагим, какая у тебя мечта в этом виде спорта? К чему ты идешь сейчас? Я хочу стать чемпионом UFC. Перед вылетом на соревнования бойцы клуба Бодови Гасанова отрабатывают основные комбинации, оттачивают технические действия и приемы. Всего в этом зале тренируется около 120 спортсменов самого разного возраста. Тренер признается, здесь кого-то приходится тренировать, а кого-то еще и воспитывать. Ребята здесь у меня с 6 лет тренируются, с 6 лет приводят родители. Их я обучаю сначала дзюдо, самбо, грэплинг, показываю основную базу. А потом, если они хотят олимпийский вид спорта, продолжаем. Если нет, многие хотят на бои перейти. У родителей просьбы разные бывают. Говорят, чтобы такую работу провел, профилактическую работу, чтобы воспитательную работу провел. А то, где ты сейчас на улице, сам понимаешь, чем попал, занимаются. Всякие наркотические вещества есть, которые родители дома не слушаются. И с каждым приходится по-разному разговаривать. Кого-то приходится мне воспитывать, а кого-то уже тренировать. Мотивация стать чемпионом в этом зале запредельная. Развешенные на стенах портреты встречают юных спортсменов перед каждой тренировкой. Бойцы со школьных лет уверены, ММА сегодня как социальный лифт. Именно через спорт своим трудом и упорством они смогут добиться успеха в жизни. До этого выступали на чемпионате России. Провел три боя, три выиграл. Готовимся на чемпионат мира в Египте. Готовимся, желанием пахать, выиграть, обязательно выиграть только с одним настроем. Сейчас второй раз на чемпионат мира еду. И, конечно, цель забрать чемпионат мира еще второй раз. А в дальнейшем уже профбои, конечно, выступить уже без поражений. У меня еще сколько лет? 17. Скажи, чем ММА сегодня привлекает вас? Тем, что можно обеспечить свою жизнь. Мы очень популярный вид спорта. К чему ты стремишься, к чему ты идешь? Здесь многие хотят чемпионами UFC стать. У тебя, наверное, тоже такая же мечта. Если честно, то да, тоже такая же мечта. А почему все идут за этой мечтой? За этой мечтой? Ну, ты первый номер во всем мире. Все знают, что ты первый номер. Чтобы стать чемпионом, надо тренироваться каждый день, пахать, на пробежки идти. Ну, труд, короче. Перед выездом на крупные соревнования в зал приезжают сверстники из других городов. Сегодня день спаррингов. К команде присоединились файтеры из Дербента. Здесь соперников много, каких хочешь, можешь найти здесь. Здесь много соперников. А у нас, да, спаррингов, да. А у нас тоже есть хорошие, но не как здесь. Все равно в Махачкале лучше. Все к Махачкалу приезжают на сборы. Даже с Америки приезжают спортсмены. У меня, честно сказать, мечта стать чемпионом мира. В 2020 году я выиграл путевку в Италию. Из-за коронавируса я не смог поехать. А вот сейчас, в этом году, выиграл чемпионат Россию и готов, заряжен. Начало, выиграем. Чемпионаты первенства мира в Каире стартуют 23 февраля. Дагестанскую команду в составе сборной России представят трое бойцов. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова